Привет, дружочек-пирожочек! Привет, дружочек-пирожочек! С вами товарищ Сафронов! Привет, дружочек-пирожочек! С вами товарищ Сафронов! Сегодня... Привет, дружочек-пирожочек! С вами товарищ Сафронов! И сегодня ко мне пришла ещё одна посылка из Даркнета, И это еще больше скрипышей 4 или скрипышей Нью. Мой друг-анонимус прислал мне их. И сегодня мы посмотрим, распакуем их, и вот там мы на себя найти золотого скрипыша. И посмотрим, какие светятся, какие нет. Это скрипыши с Наруто, с Богатырями, с Фредди, Пеппо и даже с Хаги-Ваги, Киси-Миси. Они мне попадались, если не видели, посмотрите. Кстати, насчет Хаги-Ваги, друзья мои. Напоминаю, у меня есть на Авито Хаги-Ваги премиум, а еще там скоро появятся в новом черном серебристо-дымчатом цвете. Вот такие, на которых лучше видна детализация, но это очень прикольные. А также у меня есть, напоминаю вам, что вот такие вот зеленые. И я решил их разыграть, перед тем, как мы распакуем, разыграть их на своем Яндекс.Дзен канале. Далее будут условия в описании. Раз, два, три, целых три победителя будут. И смотрите, в этом видео будут условия подробные. Я их спрятал кое-куда. Так, смотрите, внимательно. А мы начинаем распаковку. Итак, попадутся ли нам сегодня интересные, необычные, светящиеся и золотой магнит, и что мне нам это даст? Итак, распаковка начинается. Бумажные штучки, я все-таки думаю, что продавцы, которые продают это потом на Авито, да и продавцы в магазинах будут каким-нибудь образом просвечивать, как-то подсвечивать, просматривать, потому что, по идее, их на свет, на просвет видно, как и в предыдущую. Ну, кто вам это даст сделать? Поэтому я сомневаюсь, что можно будет найти золотого скрипыша. Хотя, может быть, вот именно сейчас те, кто продают и не знают, это будет супер-шок-контент. Было бы классно, если бы мне такого сюда положили, я бы был очень счастлив. Итак, давайте откроем, кто же нам попадется здесь, распаковываем и... Кисси-мисси попадается, вот такая вот изогнанная кисиш с ручками, с таким хвостиком, вот так вот. Я так понимаю, что нет никакой, хотя не могу гарантировать на 100%, возможно, к моменту запуска у них лицензия будет, но я так понимаю, что никакого официального подтверждения, что знают чуваки, которые сделали Поппи Плейтайм, что магнит их используют, не знают, в общем, они, да. А насчет, кстати, Хаги-Ваги, если в другом мне сейчас попадется, то, оказывается, спасибо за комментарии, что Хаги-Ваги тоже светится. Теперь давайте следующий, вот этот вот. Также написали мне, что действительно из списка скрипышей не всех хватает. Открываем следующего. О, это как минимум новый, е, конь с длинной шеей, конь Юлии. Конь Юлии, вот такой вот, а что, почему у него такие здесь ребринки, для чего они? И здесь вот подкова у него внизу. Так, ну и давайте посмотрим, как скрепляется он, вот такой вот шоколадненький конь Юлии. Разве он такого цвета был? Ну да, видимо, конь Юлии есть. Давайте его прицепим к Киси-Миси, вот так. Пусть он будет с ней в компашке. Опаньки, готово. Следующий, следующий, кто же будет, даже не знаю. Ух, хочется всех посмотреть, кого бы открыть. Дизайны, все ли у меня здесь дизайны? Мне вот хочется проверить, все ли здесь дизайны скрипышей. Вот что я думаю. Или не все, или все. Или что, или кто. Хорошо, ладно, будем открывать. Хочется мне найти, конечно, пепа-лягушонка. У меня, или у меня он есть, или у меня его нет. 25 всего их в коллекции, и это интересный момент. Вот так. О, смотрите, сейчас красиво. Привьюшечку давайте вместе с вами сделаем. Как вы считаете, классная же будет, да? Вот такая вот превьюшечка, красота. Открываем, ладно. Решил я почему-то набрать этот веер. Открываем. Кто нам попадется? О, Наруто. Слушайте, их, видимо, много. Самые популярные будут Наруто. Вот такой вот, с длинной тоже вытягивающей шеи. Такой. Да. Вот такой вот Наруто. Да, собрать коллекцию получится всю или нет, я не знаю. Но сейчас, внимание, сейчас для самых внимательных будет информация. У меня есть еще кое-что. И если вы поставите лайк прямо сейчас, то я распакую этот пакетик, в котором должно быть по заверению продавца на Авито вся коллекция. Вся коллекция. И я ее распакую вместе с вами, при вас. И мы посмотрим. По идее, вот так вот кто-то продает всю коллекцию. Видимо, просвечено или как-то узнали. В общем, если хотите увидеть, то нажмите лайк прямо сейчас. Это секретная информация, никому не рассказывайте. Так, следующую распаковываем. И следующий это Феликс. Кот Феликс. Он так и называется. Видите, Феликс. Тут надпись прямо есть. Лапка. С этим вискосом обошлись жестоко. Содрали с него лицо. Хорошо, пока идем. Хорошо, пока идем. А сейчас... Ооо! Там попадается Сбер Мегамаркет. Нет, это не он. Там он должен был быть. Пупырыш. Возможно, пупырыш это должен был быть Сбер Мегамаркет. И он такой, который вам привез не тот заказ. Показывает вам свой баклажанчик. Я не знаю, кто он. Это какой-то огурец пупырчатый. Мне кажется, что это неприличное. Не знаю, как по коже. Но вот он больше похож на баклажан. Почему? Баклажан же не пупыр. Нет, очевидно, это огурец, который показывает вам свой попец. Ну вот, бросите за каламбурчик. А теперь, внимание, информация про то, как выиграть этого хаги. Раз у нас здесь тема хаги-ваги и скрипышей, то хаги-ваги сюда подходит. Но кого здесь еще не хватает? Скрипышинью. придумайте своего скрипыша Нью и напишите в комментариях под этим роликом на Яндекс.Дзен для этого вам нужно перейти по ссылочке в описании на Яндекс.Дзен, зарегистрироваться это там, все, подписаться на мой канал и написать комментарий под этим роликом на Яндекс.Дзен, если ты уже смотришь на Яндекс.Дзен супер круто, напиши комментарий прям там, и все, самые интересные, прикольные три комментария я выберу, напиши например, только от одного пользователя один комментарий, и он должен быть небольшой, короткий, какой-то вот такой вот ёмкий. Напишите название, какого скрипыша вы придумали и почему. Например, я придумал скрипыш пупок, потому что смог. Я бы себя выбрал. Вот и отправил бы Хаги Ваги вот такого. Отправил бы доставка за мой счёт по всей России. Я отправлю Хаги Ваги трем победителям. А также я отправляю всегда со своими вот этими Хаги Ваги, которые у меня, вот эти премиум Хаги Ваги, они и даже с обычными. Какой-нибудь сувенирчик. В данном случае я сейчас отправляю такие брелочки. Ну, может быть, что-то другое. Бонусиком я отправлю победителю. И также победителю я отправлю открыточку с своим автографом. Вот, пишу. Мой автограф. Мой автограф. И здесь давайте ещё что-нибудь напишем. Нарисуем котика. Чик-чик. Шу-шу. Чик-чик. Ну, такой. Больше на мишку похож. Чик-чик-чик. Теперь усы. Теперь точно котик. Вот такой котик. Открытка. Три таких открытки и три таких брелочка и три таких Хаги Ваги достанется победителям с самым интересным комментарием на моём Яндекс.Дзен канале. Подписаться, оставить комментарий, лайкнуть там, конечно же, ролик. И лайкнуть ещё один дополнительный ролик. Это обязательно условие. На какой любой другой ролик на моём Дзен канале. Обязательно. И тогда на следующей неделе на том же Яндекс.Дзене вы узнаете имена победителей. Самыми интересными, прикольными скрипышами, которые вы придумали. Ну, например, скрипыш и описание его забавное. Ну, а мы начинаем, продолжаем распаковывать. Начинаем, продолжаем. Ну, вы поняли. Вот такой вот. Что ж, хотите подвижного Хаги Ваги? А если вы хотите ждать, ну, таких зелёных, эксклюзивных больше не будет, так что можете подписаться там в уведомление на Авито-аккаунте и, например, заказать себе, если хотите, поддержать канал. Продолжаем распаковывать. Так, так, так. Следующий у нас будет это... Ммм... Кто-то новенький. О, хот-дог. Прикольно. Новый в коллекцию. Это хот-дог. Хот-дожик. Он с глазами. Тут смешной. Скрипыш. Довольно забавный. Хот-догыш. Хот-догиш. Его зовут. Забираем его к себе в коллекцию. Кстати, прочитал, что многие уже устали от скрипышей и первые акции были ещё интересные, но уже на который раз куда их девать, куда их прикреплять. Поэтому, кто собирает акции, я думаю, те уже подустали. Но ведь были те, есть и те, кто не собирал. И сейчас возможность собрать своих новых скрипышей. Почему бы и нет? Есть такая возможность. Хорошо. Распаковываем следующую. Слушайте, как хорошо сегодня идём. Вот эта повторочка у меня была, но в целом, посмотрите, какое разнообразие. Возможно, это так продавец положил, а возможно... Может быть, здесь у нас вообще вся коллекция будет? Это вообще прикол будет. А может быть, найдём золотой скрипыш? Это будет вообще праздник. Ух ты! Баба-яга! Ну, кстати, если человек, который отправлял это ещё до начала акции... То есть, это официально. Надо понимать, что это официальные скрипыши. И когда вы в магазине, там может быть куча повторок, как и коробку. А здесь он же мог посмотреть их и всё так отправить. Ну, кстати, это... Респект, уважух. Сейчас проверим. Повторок-то пока нет. Смотрите, Добрыня Никитич у меня вообще огонь. Посмотрите, какой... Илья Муромец, простите. Посмотрите, какой Илья Муромец. Очень мясо... Это у него рука из головы торчит. Буньк. Он может сделать... Он может сделать Баби-Яге. Буньк по носу. По носу. Это Илья Муромец с длинной-длинной штуковиной, торчащей из головы. Ну, в общем, ну, хорошо, что это кулак, они что-нибудь еще. Прицепим их, сцепим их шеями с Бабой-Ягой. Ой, это выглядит карипово. Это многоножка человеческая получается. Так. Ну, что же. Ну, что же. Ну, что же. Ну, что же. Распаковочка продолжается. И будет ли у нас сегодня хаги? О, у нас там вискоса ободранным лицом. Может быть, вот о чем я говорил. С не видели предыдущую. То вот вискос, видите, прям видны следы клея. Вот сейчас хорошо вам покажу. видны следы клея, что тут прям пальцем кто-то вот отдирал, так вот держал, и этот палец, вот отпечаток прям остался. Заставили бедных рабочих отдирать. Это сопереживаю. Если ты этот рабочий, поставь лайк, я тебе сопереживаю. Вот. Потому что, видимо, вискос не заплатил магниту, и... Ха-ха-ха. Бизнес такой, противный бизнес. Оу. Да. Думаешь иногда. Боже мой. Конечно. Это неприятно. Слушайте, ну реально, продавец-коросавчик. М-м-м. Что все эти штучки мне разные прислал. Не знаю, сейчас могут быть тут все остальные повторки, но в целом огонь, молочина, просто супер. Ха-ха. Все разные. Может, у нее так было написано в объявлении? Я не знаю. Ох. Ну да. По крайней мере, это как минимум, это разнообразно, и ничего у меня не подгорает. Это здорово. Но иногда у меня... Знаете, где подгорает? Подгорает у меня на канале. Сафроныч. Туда вернулись обзоры еды. Иногда подгорает эта супер острая еды. Если вы хотите лампы обзорчиков, вот, например, лапшицы, или посмотрели, уже посмотрите, обзор на ту самую Кока-Колу, которая вернулась с подстранным названием Добрый. Кола. Кола, типа, она Добрый. Он, как теперь говорить, купи мне его, налей мне колу Доброго. В общем, такая история. И посмотрите на канале Сафроныча, ссылка в описании. Там обзорчики всяких вкусняшек и штучек. Присоединяйтесь, ссылка в описании. Ну, а мы продолжаем. Распаковочка. Распаковочка. И опять что-то новое. О-хо-хо-хо. Как прекрасно. Как это прекрасно. Это просто суперски. Реально все разные идут. Комар прилетел. Откуда комары осенью? Чувак, ты прикалываешься надо мной? Так. Распаковываем следующего. Ну, что? Там, по-моему, Феликс, да? Нет, тут первая повторка, что ли? Нет, опять не повторка. Фредди! Да! О-о-о! Фредди! 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 Я почему-то очень хотел его, Фредди... Может, он светящийся? Я сейчас посмотрю, посмотрю, посмотрю. Я теперь всем не доверяю. Я думаю, может, они все светящиеся. Нет, Фредди не светящийся. Я так посмотрел, не светящийся. Хаги-ваги был светящийся. Фредди... Его зовут как его... Его Фред... Фред... Фредлиш. Опять же, я думаю, Фредди... Файм Найтед Фреддис не в курсе. Они просто такие, да что нам будет? Мы просто сделаем. Это, конечно, прикол. Магнит меня этим... Просто поразил своим этим решением. Теперь от него можно взять все, что угодно. Пиратский магнит. Ох уж этот магнит. Что это такое? Это типа шляпа. Ничего себе. О-о-о! Причем, если бы... А может быть, они реально лицензию у Файм Найтед Фреддис? Может, я вообще здесь ничего не знаю, ничего не понимаю. Но там обычный копирайт. Здесь никакого значка копирайта нету. И у Кисси Мисси тоже никакого значка копирайта нету. Как помните, у Монстров Неханикулок были значки копирайтов, что это лицензионная продукция. Это тоже были скрипыши. Ну что ж, осталось всего три. Осталось всего три. Но, как помните, еще больше осталось здесь. Вся коллекция должна быть. Только нужен лайк прямо сейчас. Хотя бы 15 лайков должно быть под этим роликом, чтобы я открыл. Да. Ладно, распаковываем последних трех сегодняшних. И... О-о-о! Шоколадная колбаса торчит из забавы. Это не очень забавно. Это выглядит очень странно. Шоколадная колбаса... Коса колбаса из забавы. И она так еще так смотрит. Да, я это сделала. Очень странное решение. Если бы коса была сверху, вот таким персонажам все-таки нужно сверху. Даже если бы руки были у героев наверху. Ну, знаете, как руку поднял вверху, типа над головой. Такое еще может быть. И коса была бы прикольная, торчащая наверх. И у кота... Если бы, кстати, у всех, у них, им нужно было сделать наоборот. Конь бы смотрелся, как будто спина его, знаете, так прикольно было бы. Ну, кисси-мисси им можно было. Но все-таки нужно было проработать скрипышей лучше. И сделать реально, ну, некоторых так, некоторых так. Вот делать такие странные отростки из шеи. Под цвет как бы еще самого скрипыша. Странно. Хвост у Феликса наверх. Этому чуваку тоже. Смотрите, у него здесь голая попа. Давайте так, по-хорошему. Голая попа к нам. Вот у нас вот между попей у него здесь. И, ну, как бы так странно, что это течет у хот-дога. У хот-дога не так важно. Но тоже было бы как-то логичнее. Смотрелось бы проще отсюда. Суши не важно. У Бабы-Яга тоже наверх было бы нормально. Кулак вверх было бы нормально. Феликс, ну, это вообще вискос это, нет? Вот Горыныч хорошо шея смотрится вниз. Фредди нормально, прикольно смотрится шея вниз. Ну, у остальных, ну, вот эта шоколадная коса колбаса, это просто какой-то позорчик. Ну, не знаю, как-то странно. Хотя, может быть, вам нравится. Ну, почему, вот опять же, почему у нее колбаса, это, шоколадного цвета, а у этого, то есть, это у нее все-таки тело шоколадное получается? Или у него волосы телесного цвета? Где логика? Она потерялась, как мне кажется. Но, да. Конечно, они разнообразные, хорошие, прикольные принты. Выглядят так довольно весело. Но, но, но. Вот так. Акция, кстати, начнется с 14 сентября. Напишите тем, кто пишет в комментариях, а почему, откуда это не настоящее. Это настоящее. Просто, опять же, посмотрите мой ролик, где анонимус рассказывает про это все. О! О, верблюд! Ничего себе! Вася! Верблюд Вася. Тут, кстати, смотрите, гнутая штуковинка. Вот у верблюда, опять же, шея хорошо, отлично. Надо было продумывать и копытца, верблюжья и копытца. Так, ладно, хорошо. Вот у меня, у нас такая цепочка скрипышей. Реально, продавец знает какие. Потому что, ну, не зря же он обещал всю коллекцию вот здесь. Значит, он может их просматривать, просвечивает. И может прислать так, что не будет ни одной повторки. Это огонь! Смотрите, реально я из этого выпуска собрал больше половины коллекции. Тачиш! Вот так вот. А в следующем выпуске должна, по идее, быть вся коллекция. Вот вам и весь магнит. То есть, до начала еще всей акции. Все это. И напоминаю вам, что вот можно посмотреть на всю коллекцию будет, если поставите лайк. Также я вам напоминаю, что можно выиграть Хаги-Ваги для открыточку и брелок от меня. Три таких комплекта будет разыграно на Яндекс.Дзен под этим видео в комментарии. Один комментарий от одного пользователя, не больше. Комментарий придумайте своего скрипыша и опишите его коротко. Большие простыни текста я читать не буду. Телеги, ваше небольшое такое описание. Самый смешной, прикольный, интересный. Три я выберу на свой вкус, на свое усмотрение. И отправлю три таких комплекта на Яндекс.Дзен. Подписка, лайк и еще лайк под одним видосом на Дзене. Под любым поставить нужно. Вот. Ну, а если вы хотите ламповое и прикольно поесть какое-нибудь видео под еду, то переходите на мой канал Сафроныч с обзором всякой вкусняшки. Ссылка будет в описании. На этом все. Пока-пока.